В своем докладе глава администрации рассказал о социально-экономических показателях, зарплатах, уровне безработицы, демографической ситуации в городе. Подробно остановился на объектах капитального строительства, сданных в эксплуатацию. В конце прошлого года была обустроена детская площадка в парке, однако не все довольны качеством выполненных работ. Сейчас проваливается подложка резиновая в этом комплексе. То есть, с чем это связано, люди делают вывод, что это некачественное выполнение работы. Все, что сделано плохо, в дополнение к тому, что вы сказали, там работа по восстановлению резинового покрытия, подсыпки песка мы проводили 31 мая и смотрим, как сейчас там будет проседать. Если эта технология, вот такого слоеного пирога, нас не устроит, будем заставлять подрядчика переделывать. После обсуждения участия Сарова в национальных проектах, судьбе ТАССР, обустройстве пустыря, прозвучали и вопросы, касающиеся деятельности самого глава администрации, который занимает свой пост уже 4 года. Были ли вы когда-либо трудоустроены в коммерческой организации? Если да, то в какой, пожалуйста? Ну давайте так, я могу вам в письменном виде написать. Дело в том, что у нас по Конституции, 37 статья Конституции, позволяет каждому гражданину реализовывать свои возможности. Это первое. Второе. У главы администрации есть запреты профессиональные. Чем ему нельзя заниматься? Написано, что совершенно четко, кроме научной, педагогической и иной творческой деятельности. Поэтому все в рамках законодательства, что положено, дозволено, то и можно делать. В своем докладе Алексей Голубев говорил в том числе о поддержке предпринимательства и действующем статусе ТАССР. Однако на сегодняшний день резидентов считанное количество, и не все саровские бизнесмены могут воспользоваться этим инструментом. Предприниматели говорили о более конкретных проблемах. В том числе речь шла об имущественных спорах. Обсуждался вопрос с выселением социального магазина и здания ОБЦ, которое принадлежит центру внешкольной работы. Там был ремонт здания на втором этаже. Там нас завалили мусором, отключили нам отопление. Вы, да, мы к вам пришли, вы поддержали все нарушения, которые там были, вы, значит, признали, подписали письмо, дали добро. Да, работайте, никто вас не тронет. Значит, буквально через два месяца вы перевернулись полностью. Мы получили письмо с требованием освободить помещение. Просто так, освободить помещение. Неправда со стороны ЦВР была в том, что вам отключали батареи, что когда вели ремонт, вам затрудняли проход. И вот это я дал получение изготовить, сделать. Правильно? Правильно. Соответственно, с этим работа была проведена. С тем, чтобы у вас там не было этот шум, гэп, тарарарам, все остальное. Но у вас были свои обязательства, которые вы не выполняли. У арендной плате у вас были задолженности. Поэтому давайте так вот. Есть отношение с ЦВРом, вы решаете с ЦВРом. Также речь шла о плановых медицинских осмотрах работников муниципальных предприятий и образовательных организаций. Большинство из них проходили осмотр в коммерческом медицинском учреждении. По крайней мере, так было до 2018 года. Каждый из директоров школ получил очень льготные коммерческие предложения и цены на медосмотры. Но в директорах тоже, с другой стороны, получили указания о том, чтобы не проходить ни под каким предлогом медицинские осмотры в Академии здоровья. Школы, детские сады прошли эти медосмотры в 2018 году. И сейчас часть проходит в 2019 году по завышенным ценам. Руководство клиники сделало запросы в прокуратуру и счетную палату Нижегородской области. Город никак не среагировал. Только после того, как сюда вмешалась область, школы активизировали свою работу в плане прохождения медицинских осмотров. Директора школы поняли, что... Но, к сожалению, они не могут открыто сказать, что произошло, кто им сказал. После этого часть учреждения пошли на проведение электронных торгов. На электронную площадку, на электронную площадку в 2019 году было подано всего лишь 13 заявок. Значит, Академия здоровья поучаствовала, успела поучаствовать, к сожалению, без этих 13. В шести этот таргет предусматривает снижение начальной цены. Так вот, только по шести школам, благодаря участию той же Академии здоровья, значит, было сэкономлено, было сэкономлено на шести. Сто шестьдесят тысяч рублей. Как только появляется целевое использование бюджетных средств, возникает сразу вопрос, либо административное, либо уголовное. Поэтому, когда вот здесь говорят, там, про уголовку, еще про что-то, тщательно подбирайте слова, взвешивайте их, что вы сказали, да, ссылайтесь на документы, где это записано, вот так в каком случае, это просто получается голосновое обвинение. Свой вопрос озвучил и Андрей Гришин, предприниматель, чья компания осуществляла вырубку леса при реконструкции улицы Харитона. Ранее мы рассказывали о том, что в результате этого контракта компания разорилась. Бизнесмен понес ущерб и теперь пытается разобраться с помощью органов правопорядка. Андрей Гришин также подавал документы на замещение должности директора асфальтного завода. Заявился и 11 марта конкурсная комиссия принимала все документы и выслушивала кандидатов. Шести человек, как бы моя дезиндатура была единственная, как бы вовремя подавала все документы и всем устроил мой проект по поводу модернизации и реконструкции завода. Когда мои документы отправили к вам и я был единственной выбранной дезиндатурой, выбранной, вы сказали, что мне передали так, я не буду утверждать, мне сказали, что лучше взять дворника с улицы, чем Гришина. Это обосновано тем, что я якобы написал на администрацию заявление в прокуратуру, в следственный комитет и в ОВВД. Собственник завода в данном случае, он управляет этим активом, этим акциям, поэтому, знаете, в прошлом вопросе, на это решает. Свои вопросы задавали и представители многодетных семей, которые пытаются добиться возвращения бесплатного питания в школы для своих детей. Однако пока решить этот вопрос не получается. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24.